Сан Салыр – важный обряд встречи Нового года по лунному календарю. В первое утро шага готовят ритуальный костёр. Возжигают его перед рассветом. Буддийские монахи читают сутры. Жители кладут в огонь почётную белую пищу. Главный смысл обряда – очищение, духовное обновление и подношение духом, хозяевам природы. Число 9 для туинцев сакральное. Именно поэтому в этом году обряды Сан Салыры проводятся в 9 местах. Традиционно это гора Даге, в этот раз субургану подножия, памятник Чабану Кадарчи, территории буддийских храмов Кызыли и верхнечаданские стухуре. Впервые обряд в этом году провели и рядом со строящимся монастырём Туптеншидрублинг в микрорайоне Южный. Шага – семейный праздник. Ритуали, которые проводятся в черте города, мужчины и женщины участвуют в равной мере. Каждый год с семьёй приезжаем в те места, где у нас проводятся эти санкционеры и активные участия. И каждое утро я, как мать, чай с белым молоком всегда подношения делаю, чтобы и дети мои, и семья моя была здоровой, счастливой, чтобы у них была белая дорога. Дорогие земляки, уважаемые гости нашей республики, жители необъятной нашей страны, встречая этот Новый год, хотелось бы пожелать, чтобы все невзгоды проходили мимо вас в этом году, чтобы символ этого года кролик оберегал вас от всех несчастья. И кому предстоит дорога, желаю вам всем белой, как молоко дороги. Мы, туинцы, добровольцы, по стопам предков идём, чтобы мир был во всём мире. Отмечаем сегодня праздник, священный праздник Шага. От всех добровольцев и военнослужащих поздравляю, жители Республики 2. У священной горы Деге традиционно многолюдно. До недавнего времени ритуал проводили в тёмное время суток, но в последние два года костёр разводят с восходом солнца. Также для удобства жителей в этом году обряд проводится не на вершине, а у подножия горы, возле священной ступы Субургана. Да, выбрано это место, и, как вы сами видите, оно очень удобное, да, и люди могли много сейчас положить свои отношения, чтобы благополучие в их семьях, в целом по стране, в нашей республике. Надеемся, что этот год, наступивший год кролика, принесёт нам удачу в работе, успехов, урожая, чтобы наш скот размножался и приносил нам достаток, чтобы люди наши были здоровыми. Ритуальный костёр с подношениями божествам разгорается равномерно, быстро, и это хороший знак. Отовсюду звучат праздничные приветствия, люди поздравляют друг друга с праздником. В этом году наши старожилы говорят, и по лунному календарю год кролика, он должен быть, так скажем, богатым на урожай, особенно на животно-оческую республику. Это очень будет влиять на подготовку к следующей зиме. Приплод нынче ожидается хороший. Чтобы был год хорошим, урожайным и всеми благоприятными условиями, чтобы вовремя шёл дождь. Чтобы на все дела наши помыслы, чтобы все сбылись мы с молитвами, пришли на нашу святую гору Тогы, и, конечно, все будем делать обряд Чолокшур. По окончанию Сан-Салыр проводят обряд Чолокшур – обмен новогодними приветствиями. Младший старшему протягивает руки ладонями вверх, старший кладет сверху свои руки ладонями вниз. После обряда чистят и верхнюю одежду, отряхивая её в снегу. Алексей Меньшиков – гость обряда Сан-Салыр, который развернулся у памятника Чабану Кадарче. Служебная командировка в Туу совпала со встречей Нового года по лунному календарю. Курай-курай, шага-беле – это главное. Мира, счастья, доброго, здоровья. Наверное, то, что любой человек желает друг другу в новогодние праздники. С этого часа шага шагает по Туе. В честь наступления Нового года на площади Ората развернутся мероприятия празднования, театрализованное представление, национальные игры, различные конкурсы и ярмарк изделий народных умельцев и продуктов местного производства. Мадыр Сандан, Буян Мангуш, Шалбан Мангуш, Буян Аюн, Айден Кулар, Тува-24.